здравствуйте дорогие товарищи это самый критический из мыслящих и самый мыслящий из критических каналов на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске путин не стал воевать с украиной не проглотил белоруссию путин расстроил всех миролюбивых журналистов россии особенно тех которые повышенной эльфообразности они ждали третий мировой добрые люди а путин по их выражению чижика съел птичку жалко ну что спорим что это правда или не совсем я врал я вру всегда почти рубрика лучшие люди россии сообщают путин прочитал столько посланий что их общая длительность составляет уже сутки непрерывного чтения и прослушивания пишет на сайте радио эхо москвы обозреватель антон орех а вспомнить чаще всего нечего всякий раз обещание удивление почему лампочка выкрученная в подъезде еще больше младшим до сих пор не вкручена обратно административные барьеры которые надо преодолевать раскачка на которую никогда нет времени завистливые враги которым мы при случае дадим и прочий набор тезисов для людей со склерозом которые слушают все это занудство каждый раз как впервые восторгаясь и аплодируя но теперь тот редкий случай когда пустота полутора часового монолога стала хорошей новостью ждали что россия проглотит беларусь ждали признания днр и лнр и войны с украиной ждали что мы вышлем всех дипломатов всех стран ждали беды короче говоря а президент как будто чижика съел отлегло даже рубль укрепился на фоне пусто порожних абзацев вы не оправдали оказанного вам высокого доверия поддерживаем господина ореха он абсолютно прав в нормальных странах как любят говорить подобные ребята даже валюта это нормальная если растет хорошо а если падает то плохо и сразу понятно как можно оценивать деятельность правительством а вот в россии рубль укрепился и это плохо негодует господин орех а если бы рубль упал разве орех был бы доволен тоже разумеется нет интересно он сам знает что ему вообще от рубля нужно чтобы он стал наконец-то доволен и перестал вечно ныть ведь сам себе же противоречит я вся такая внезапная такая противоречивая вся а вакцинация в этой стране даже еще хуже чем рубль там претензий просто немерено вот например путин призвал граждан россии вакцинироваться и значит все пропало все провалено и власть не справилась если в америке байден призывает вакцинироваться он молодец и в британии борис джонсон уговаривает тоже умница макрон во франции и меркель германии все молодцы но вот если путин не дай бог призывает вакцинироваться сразу все явный признак конца света и провала всех надежд и как дальше с таким жить ну и конечно народец подкачал куда же без этого ох уж эти ватники голосующие за путина какие они по словам ореха дремучие и невежественные с кучей страхов и недоверием ко всему конец цитаты а вот рукопожатные сми которые с первого дня тем и занимались что людей запугивали избивали с толком они конечно молодцы настоящие журналисты профессионалы это моя профессиональная обязанность профессион дфа то не обращайте внимание на запреты и самоизоляцию выходите на улицу у вас есть права а то не свете никуда выходить голосование за поправки в конституцию это ужас вы же все заразитесь и вдруг снова выходите все из дома даже лукашенко этот провел парад и только в россии опозорились якобы с ума сойти им впервые за долгие годы было стыдно не за проведение парада победы а за его перенос и все равно им путин не угодил вместо того чтобы начать войну с украиной по словам того же ореха или проглотить белоруссию по его же гениальным прогнозам он сделал то чего они всегда и требовали говорил о внутренних делах и занимался проблемами граждан ну тех самых которые дремучие и невежественные и даже представить страшно какие еще невероятные претензии они завтра придумают и полит матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер товарищи это был новый выпуск самого критически мыслящего или самого мыслящего критически канала на ютюбе спорим врут ставьте лайки рассказывайте о нас вашим друзьям присылайте в комментарии новые темы для разбора и и до свидос чао